Доктор Стрэндж Расскажи, кто ты? Виталий Димбовский Что именно хочешь узнать? Меня интересует, чем ты занимался 17 лет в своей жизни? Период какой, да? Очень много фактов Есть один такой период в твоей жизни, которым ты занимался 17 лет Там три буквы М, Ч и С Вы для этого меня все понятно Сразу скажем, что МЧС вообще Как-то у них проблемы с согласованиями И поскольку ты уже не являешься действующим сотрудником Правильно я говорю? Ну естественно Ты у нас в гостях и можешь спокойно обо всем говорить Я в защиту своих бывших коллег скажу Что очень странно, что есть проблемы с согласованием И после меня Рекомендую вам обратиться в МЧС И позвать сюда действующего сотрудника Мы откроем окно Хотя я думаю, после меня ему будет просто нечего рассказывать Хорошо, так и сделаем У нас был претендент, одна из сотрудниц, диспетчер МЧС Очень сама хотела к нам Мы ее хотели пригласить, но ей руководство Видимо не посмотрели наше шоу И они такие, ну нет времени, не надо, не идти Мы такие, ну ладно, у нас же есть Виталик Ну в любом случае есть люди, которые, назовем так Специально обучены для того, чтобы иметь право Но нам нужен не пресс-секретарь Нам нужен вот прям вот он Такой вот эти вот красавчики вот эти Которые спасают людей Слушай, сейчас мы... Ты расскажи вообще, у тебя там путь очень длинный Ты же прям начинал с обычного спасателя Потом ты стал кем? Ну сразу после спасателя, да, командиром отделения То есть да, действительно начинал я Ну вообще путь был с 2001 года Я поступил в командный инженерный институт МЧС И на третьем курсе я перевелся на заочную форму обучения Пошел работать в обычную пожарную часть Двенадцатая, привет, ребят, кто меня смотрит, помнит Простым обычным пожарным И после этого как бы уже там Не буду перечислять все должности Ну по сути по карьере двигался Именно в направлении службы пожаротушения и спасения людей Был период у меня достаточно долгий Когда действительно меня пригласили Работать именно на должности пресс-секретаря Да? Да, учитывая тот опыт, который у меня на тот момент был Ну и возможно сказалось то, что я Вероятно неплохо умею разговаривать И рассказывать об этом Вот был период, когда я работал пресс-секретарем И ходил на подобные эфиры и рассказывал обо всем Потом я вернулся непосредственно уже в саму службу И по факту в городе Минске эту саму службу возглавил То есть я был заместитель начальника Минского городского управления МЧС Именно заместитель по боевой работе Вау! Боевая работа А где она находилась? Кто? Где это управление? На Козлова На Козлова? Да, само управление находится там Это просто я расскажу случай Недавно я был в пожаре Даже два года назад уже Или год назад У нас был пожар на коммунистический дом со шпилем Я на верхней квартире Пожар прямо подо мной И значит мы не успели выйти Там подъезд задымило Мы решили оставаться внутри И я выглядываю в окно А там со стороны улицы красный Прям значит человек в полной экипировке С баллоном Это все килограмм пятьдесят Я так понимаю весит? Чуть меньше он Что он делает? Значит он лесенка такая с крюками Он вот так вот запрыгивает И вот так вот по этажам просто скачет Понимаешь? Он подтягивается, закидывает Подтягивается просто Я такой Что? Это что за супермены? Виталик ты? Подумал я тогда Ну это был не Виталик Но кто-то из его коллег точно Так, начнем с самого начала Как готовят сотрудников МЧС? Ну смотря к чему опять же Если мы говорим про систему подготовки специалистов В МЧС Что она вообще достаточно разноплановая Естественно потому что Это на сегодняшний день Большая система Задача которой не только тушить пожары Но и всячески их предупреждать И чрезвычайные ситуации различного характера Реагировать на них Соответственно нужны специалисты Разных профилей И максимально широкого Скажем так спектра Чтобы они были взаимозаменяемы Если мы говорим о подготовке Именно на базе там Каких-то высших учебных заведений Был период когда их существовало несколько Сейчас это университет гражданской защиты Там готовят специалистов По всем нужным направлениям В том числе уже туда включили И например был раньше Институт переподготовки и повышения квалификации Как отдельная структура Сейчас он в составе университета И на базе этого института Где есть огромнейший полигон Где можно моделировать Около полутора тысяч различных Чрезвычайных ситуаций Это тот который с самолетом С лабиринтом Возможно ты даже на нем был Я проходил там все испытания Ну не все Ну не все, те что нам позволили В самолете я был В подвале был С брендсбой затушил На скалодром залазил Да, машину тушил И видел поверхностную лайт-версию На самом деле Ну естественно Никто не допустил бы тебя В те испытания Которые проходят работники В том числе Именно на финальной статье В завершении Да, там есть ступенчатое обучение Естественно тоже Никто никого не бросает В огонь Тем более в настоящий И там сразу Но однако Как подготовиться К настоящему огню Без настоящего огня Поэтому Там созданы Как я и сказал Во-первых Возможности для моделирования ЧАЭС Различного характера Как ты и сказал Там есть самолеты Вертолеты Там есть поезда Это все настоящее Это все настоящее Это все горит И взрывается По-настоящему Каждый раз Для того Чтобы создать Вот эту Неповторимую атмосферу Если можно так сказать Так прикольно было Значит Мы в полной экипировке Тоже С баллонами В маске Заходим в самолет В самолете Все стробоскопами мерцает Дыма напущено Крики Help me Прям Help me И ты должен дойти до А самолет при этом Еще наклоняется Постоянно Вот так Должен дойти до кабины пилота Взять тело пилота Это кукла В полный рост Размер человека С весом И вынести И потом еще по подвалу Мы его таскали Но это сложно было То что ты описал Это на самом деле Вот та лайт версия Которую я тебе говорю Это тренажер Для подготовки стюардесс Которые проходят Аттестацию По Да-да-да Есть международная Организация ИКАО Да Которая должна Скажем так Следить за тем Чтобы все Работники авиации Проходили соответствующее обучение С некоторого времени У нас в Беларуси Создали свою базу Чтобы не отправлять Наших стюардесс В том числе за рубеж Подготавливаться Так вот Этот тренажер Это всего лишь Тренажер для стюардесс По действиям При спасении При возможной Авиакатастрофе Приводнение И так далее А то, что проходят работники МЧС Естественно, их не может быть Планово На борту самолета Скажем так В момент полета Поэтому Работники МЧС Обучаются Несколько на других Тренажерах И самолетах Которые Как я и сказал Горят и взрываются Там тоже было странно Просто легкое задымление Которое там Симитировали И качание борта Подожди А у нас же вот Вовка Макаренко был Он говорил Что он После посещения МЧС мероприятия Он сказал Что он заказал Подписчика Куклу себе В полный рост И он говорит Какой вес тебе делать И он сделал Там вон 25 килограмм Потому что Если делать 60-70 Он говорит Его не вытащить Куклу какую Ростовую Для тренировок Там вот Ну у него Ему там для своих Для спасения Да Он с фельдшерной помощи И спасением Он тоже занимается И он говорит Что он заказал Лайт-версию куклы Потому что Если делать куклу Реально вес человек Хотя бы 70 килограмм И один Вообще нереально Не вытащить А сколько там куклы Лежит в этом Вот в том-то и дело Что в МЧС Как есть соревновательные моменты Есть спортивные дисциплины Но есть и тренировочные вещи Тем не менее Есть манекены Которые имитируют Реального человека И вес этого манекена 80 килограмм И именно для того Что ну Как тренироваться Если ты не привык Тащить реальное тело То есть я по опыту Скажу на пожаре Реально То есть это вот Далеко часто От вот этой красоты Выноса и прочее Тем более Когда Ну нету невозможности Понять Даже иногда Какого пола Перед тобой человек Ты его обнаружил В дыму ты весь в амуниции Да Так вдвоем вынести Реально человека Очень сложно Не говоря о том Что одному Но тем не менее Если не тренироваться Если практиковаться На там На кошку В чем-то Да Растегивается Рвется и так далее То есть нужны Определенные методы И приемы Которыми ты должен Владеть И понимать То есть как ты берешь Где руки в замок Как ты его берешь Этого человека Подмышки сзади Руки в замок Чтобы ты мог Именно Не просто физически Смочь поднять И не сломать его 80 человек Ну относительно крепкий мужчина В принципе способен поднять 80 килограмм Да И вот если человек 80 килограммовый Далеко не каждый мужчина Способен он нормально Транспортировать Попробуйте Своего пьяного друга Как-нибудь Да-да Знаешь Когда он еще Просто расслабится Это вообще неподъемное Руки, ноги Когда он тебе не помогает Когда он без сознания Естественно Одно дело выводить Другое дело Именно выносить Это совершенно разные вещи Да И хотелось бы конечно Обсудить все-таки Вот тех людей Которые входят Прям в это пекло Вот Ты же входил в горящее здание 100% Ну естественно Не раз Это же какая-то отдельная Тоже подготовка Да То есть вам прям реально Поджигают здание Вы входите в него Я видел там стояла Несколькоэтажная Какая-то штука такая Типа панельная Это вот я так понимаю Что его поджигают И вы там какие-то штуки Выполняете В том числе Это один из элементов Там рядом с этим зданием О котором ты говоришь Там есть имитация Еще части разрушенного здания Где под завалами Людей достают Скажем Да-да-да Лабиринт Да То есть Как я и говорил Все максимально приближено К реальным условиям И действительно Пожарный Любой пожарный Проходит первоначальную подготовку Еще раз повторю С улицы Там условно Человек пришел Устраиваться в МЧС Все завтра ты спасатель Ну нет конечно А сколько это занимает времени Полгода Примерно первоначальная подготовка Для того чтобы человек Мог выезжать на реальные вызовы Именно как полноценный член команды Вот А полгода чего Это физуха какая-то сильная Нет не физуха Он должен пройти Все этапы подготовки И сдать определенные Квалификационные за счет Экзамены И в том числе Именно самое главное Ну здесь это как комплексный момент Это получить допуск На самостоятельную работу Вот в этих самых Как вы говорите Баллоны Вот эти Да-да Муниция Изолирующий противогаз Который требует тоже Навыков И понимания Как с ним работать Потому что ты должен Не просто Уметь его использовать Чтобы ты просто В непригодной Для дыхания Среде Сам не задохнулся И не стал Скажем так Жертвой пожара Ты должен следить За давлением Ты должен понимать Как работать с этим Всем в звене Когда у кого-то Заканчивается Есть нюансы Я не думаю Что они детально Нужны каждому зрителю Но они есть Тем не менее И человек Который Подготавливается Он должен Уметь работать Именно в непригодной Для дыхания Среде То есть Уметь применять Всю амуницию Оборудование Защитное средство И специнструмент Решая реальные ситуации Там где Невозможно дышать И в условиях Там низкой видимости То есть Все что может быть На пожаре Вот это и есть Скажем основная задача Потому что Ко всем остальным Ситуациям Ну если бы можно было На тренажерах Подготовить человека Ну Нету ситуации Которая происходит По методичке В любая ситуация Любой пожар Ты приезжаешь Ты знать Не знаешь Что может быть Любой частный дом Ты приезжаешь Есть Подвал какой-то Есть нету Провалишься Кстати А вот это вопрос Хороший А как происходит При езде на вызов Приезжаем Допустим Какой-то двор Там дом Есть ли какая-то Инструкция Действия Что нужно делать Бригаде В статье Чек-лист Конечно Да Но это не совсем Чек-лист Скажем Есть Так называемое Понятие Как разведка пожара Согласно уставу Вот так немножко Подушню Можно Можно Разведка Ведется непрерывно С момента Поступления Вызова До Ликвидации Пожара То есть Получается Что это значит Мы собираем Информацию Анализируем ее Максимально То есть Человек позвонил Ну возьмем Не частный дом Возьму условно Чтобы было понятно Давай квартира Они все более-менее типовые Вот давай Пожар на красный Вот у нас на улице Да Я там не был Не буду анализировать Пожар на красный Возьмем Рандомный пожар Давай Четвертый этаж Нет лифта Окей Вот смотри Ты уже даешь конкретику Которую я могу анализировать Что дает заявитель Звонит на 101 Бабушка какая-нибудь Алло Здрасте Девочки У нас тут Дымом пахнет В подъезде И все И дымом пахнет В подъезде Вот и все ее заявление Диспетчер не может сказать Бабушка А сбегай-ка Проверь Проведи к этажам Проведи разведку Проведи разведку И позвони нормально Что ты типа Диспетчер естественно По вот этой информации Она уточняет у бабушки Где это Что за подъезд То есть максимум Что она из нее может вытянуть Здесь Все Кот от домофона И эта информация может быть На выходе Как просто Не знаю Подростки зажгли газету В почтовом ящике Фейк Да может быть фейк Ну не фейк Допустим Что-то горело То есть бабушка почувствовала дым Так может быть И квартира Которая полыхает внутри Но еще не вскрылась дверь И на подъезд Просто где-то подтягивает дымком И человек заходил Увидел Все И понимание со старта Ноль Соответственно Люди Которые едут Первое подразделение Они могут опираться Только на эту информацию Более того Ну понятно Например мы едем Подъезжаем И если мы подъезжаем И уже Подъезжая там За какое-то Ну там Расстояние Взять дым В открытой видимости И мы видим Либо дым из окна Сами Либо пламя например Мы это передаем Непосредственно Уже однозначно На диспетчеру Самому По радиостанции Для того чтобы Либо запросить Дополнительные силы Там да Какие-то Либо просто Ну вот информацию Которую мы видим В зависимости от этажа Может там лестница Какая-то другая нужна В любом случае Диспетчер высылает На все высотки В любом случае Почему едут По такому сообщению Типа ничего нету Особо Как люди думают Приехало там Пять машин Словно говоря Что они приехали Зачем они надо Потому что никто Не знает До момента прибытия Более того Туда едет еще и скоро Вместе с Макариной Ну понятно Да 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 Вот То есть грубо говоря Потому что Ну по заявлению А вдруг Когда первоприбывший Приехал Если нашли сразу Там мусор в мусоропроводе Или газета в почтовом ящике Ну если они нашли Источник сразу Все Например машины Еще остальные С более далеких подразделений Следуют Первоприбывший Оценил Увидел Все То есть допустим Здесь понятно Все Всем остальным отбой Мы увидели Но По протоколу Первоприбывшие Они не входят В пылающий дом Или как Квартиру Почему Входят Есть Опять же Задача первоочередная Это спасение людей То есть мы Выясняем на месте И видим Что мы можем предпринять Прежде всего Для спасения людей Если Первоприбывшее подразделение Ну что же Извиняюсь Не резиновое И может Сконцентрироваться На чем-то одном Например Точно так же Например Командир отделения Или начальник караула Этого подразделения В зависимости от того Сколько там прибыло Он является Первоприбывший Он является Руководителем Тушения пожара Пока не приедут Старшие должностные лица Он оценивает ситуацию И он передает Остальным Подразделениям Он например Приехал Оценил ситуацию Он видит Что однозначно У нас пожар в квартире То есть он это передает Он прибыл Например Видит что горит Четвертый этаж Ты говоришь Уже по прибытию Ему понятно Дым из окна Четвертого этажа Из кухни Ну пламени Не например Но дым идет Все То есть он может Сконцентрироваться на том Чтобы людей Которые там есть Например спасти Он не может Бросить силы Остальных людей Там своих У него там Четыре человека А вы тушите Я спасаю Они входят туда Но Это не значит Что на этом Его там Заканчивается задача Он в этот момент Передает всю эту информацию Следующим подразделениям Которые едут на пожар И он знает Кто едет И он знает Например Что потребуется Запас воды Например Они сейчас будут Тушить Свою цистерну Сольют К слову Сразу скажу Вот чтобы не было вопросов Вот это давнешняя байка Пожарная без воды И приезжает Во-первых Такое вообще исключено По определению Было что-то такое? Не Ну люди Потому что думают Что типа Две тонны воды Пять тонн воды Что это что-то колоссальное На самом деле То есть Ну что это вот Это ты с краном будешь Пять тонн воды А когда это под давлением Десять атмосфер Дашь С расходом Семь литров в секунду Например С ствола Вот посчитайте Пока я говорил Ну да Пара секунд Сколько Ну не пару Но скажем так Это выливается за минуты Например Если развитый пожар Какой-то развившийся То его надо тушить Мощными струями воды Нормально Это вот достаточно Вообще Сколько воды Вот смотри Допустим Хрущевка Какая-нибудь Двушка Да условная Сколько литров воды И горит прям все Все комнаты горят Максимального формации Да максимального формации Сколько литров воды Сколько цистерн Надо чтобы это потушить Все очень индивидуально Почему? Потому что мы не знаем Сейчас Какое пожарное Загрузочное помещение Мы можем говорить Сколько мебели было Какая мебель И так далее Насколько давно оно горит Потому что стены Имеют теплоемкость Огромную То есть чтобы Они нагреваются Конечно Надо остудить все То есть естественно Я могу сразу сказать Что никто из спасателей Не будет лить много воды Если мы видим Что нету развившегося пожара Более того Если вообще там Какая-то мелочь Применят огнетушитель Чтобы не заливать Не соседей То есть Есть такое понятие Как культура тушения Да То есть И однозначно МЧС будет ее применять Потому что Чтобы не повредить Сильные партии Люди-человеки Конечно Зачем создавать Вторичный ущерб Да Людям Особенно кто не виноват В пожаре Ему так там хватит Соответственно Если пожар не развит Есть стволы Высокого давления Они с меньшим расходом Но За счет мощности струи Например Если горит отдельный диван Зашли Стволом высокого давления Его сбили Ну Если в простонародье Говорить Это что-то похожее На вот эти вот Остомойки Керхер То есть Расход воды Достаточно маленький Ну там побольше И струя помощнее Вот Но тем не менее Принцип такой же Но мыть машину Таким не надо Не надо Не надо Она гореть должна Что-то Тонкораспыленная Ты проводишь И мячина Такая остается Линия Режет просто Да-да-да Напополам Поэтому В случае таком Конечно Будет применен Маленький расход воды Но Иногда требуется Вода чем тушит Это прежде всего Своей теплоемкостью Огромной То есть Она забирает тепло Остужая поверхность горения Ниже температуры горения Как я говорил Обещал будут душнить иногда Все нормально Нам интересны такие истории В том плане Что какими-то Может быть терминами И спецификой Но чтобы было понимание То есть Вода сама по себе Она ничем Не тушит Больше Кроме как вот этим Еще Вторичный эффект от воды То что Когда пар испаряется Изолирует зону горения Вот Все Кислорода нет для огня Да-да-да Но прежде всего Если остудить Любую поверхность Ниже температуры горения Которая возможна для этого горения Мы ее не подожжем Обои на стене Можете поджечь? Можем Не можешь Думаешь? Сжигалку себе прислонишь Не подожжешь Потому что стена отбирает тепло А-а-а Ну в принципе Если просто обои в рулоне Ну они обугливаться будут Но имеется в виду Ты не создашь Ну если это не пористые обои Да-да-да В которых есть воздух Да-да-да Тепло соответственно От стены не отводится Обычное бумажное наклеенное Наклей Без пропитки керосином Или бензином Типа того Ну а там будет гореть уже керосин Или бензином Здесь такой же принцип Соответственно Сколько воды посчитать Сколько там надо на тушение Вот В конкретный момент Надо смотреть по конкретной квартире Объем и прочее Есть предварительные Ну не предварительные Как сказать Есть теоретические расходы На которые опираются Те же самые руководители Туши и пожара При тушении Естественно Видя пожарную загрузку Примерно понимая Они понимают Сколько надо литров в секунду Для скажем так Обеспечения параметров Ликвидации То есть чтобы это пламя уменьшалось Потому что Ну это огромный костер Если мы говорим Как ты говоришь Чтобы там все полыхает Да Настолько с огромным уже объемом тепла Который В котором вот эта струя маленькая Если туда подавать Ну да Она просто будет испаряться на подлете То есть Человек который видел Или был рядом с пожаром Вот таким развитым Особенно когда частный дом Или бани горит свечкой Да Там просто я вот даже так Вот вы хотели каких там Интересных историй Обожаю Перейду сразу типа вот к специфике Такой Помню тушили баню 30 градусов мороз Приехали баня Уже горит свечкой То есть она реально Все уже баня Уже баня Уже они горят Попарились уже Да Баня уже хрен с ним Спасайте хату Говорится хлопцы Да Вот То есть реально баня Свечкой горит Так вот еще раз говорю Минус 30 Мы тушим Все Тут естественно Ну брызги ты Понятно Ты во льду Да Мокрый Так вот Прикинь То есть ты отходишь Метров на 20 От бани У тебя ты видишь Как у тебя на боевой одежде Капли воды кристаллизуются Знаешь как вот спецэффекты Фильма Да Покрываешься Прямо Да ладно Да То есть ты Ближе Ближе Капли кристаллизуются Да Да То есть ты это видишь Но ты подходишь Начинаешь подходить Ближе к этому факелу Ага Со стволом там Да И тушишь Естественно забрал Опущено Потому что огромный Мощнейший тепловой поток Именно как солнце Светит на нас Так и огромный пожар Дает просто лучистую энергию Которая ну просто На расстоянии Тебя поджигает уже И ты идешь И у тебя видишь Оно испаряется Не переходя в Стадию воды Стадию жидкую Да Просто лед испаряется Прямо пар Точно так же С тебя уходит Все Офигеть То есть вот Ну чтобы понимали Что этот костер Ну который люди Не ощутив Нельзя понять его Огромные масштабы Вот этого тепла Максимальная возможность Какая температура там примерно 60 тысяч Не ну ты что Все зависит Все зависит от того Что горит Опять То есть ну вот Если мы говорим Что это деревянный дом Понятно что это Исходя из того Из какой древесины он сделает Например если это Какая-то мебель домашняя Там поролоны Синтетики Они могут гореть При большей температуре Но это всегда комбинированное что-то Вопрос Не в огромной температуре Даже как таковой Температуры Чтобы нанести Непоправимый ущерб Там человеку Жизнь и здоровье Ее достаточно Достаточно Маленькое Мужчина это 37,2 Мы знаем Да 37,2 И все 37,2 Все Мужчина не трудоспособен Практически живой труп Да Именно поэтому В МЧС Вот зря вы рассказали Эту секрет Потому что в теплодымокамере Ребята тренируются Именно с температурой 60 Примерно градусов Вот Есть такая штука Как теплодымокамера Подожди Но они же в амуниции Не сауна Это нет Нет Ну это имитация Сауны Именно когда Проходит тренировка Вот развивающая Выносливость Именно При работе В тяжелых условиях Создается Здесь нету огня Здесь нету То есть температура Действительно Гнетается теплопушками До 60 градусов И в полной амуниции Человек начинает Работать с весами Как в тренажерном зале Слушай Обеспечивая До определенных Пульсовых зон Определенную нагрузку Вот это да И смотрится На его параметры Восстановления Выносливости Это вопрос А давай обсудим За минуту На сколько пульс Должен упасть На 20 пунктов Я не скажу Это есть Аттестационные листы В зависимости от возраста Там параметров тела И так далее Как мозг Работает Когда у тебя кровь кипит Ты же Или костюм Настолько Тепло это забирает Я не понимаю Ну плюс 60 Как ты можешь Костюм Тепло не забирает А что он делает Костюм Ну вот как тебя Любая одежда Изолирует От холода Любая зимняя одежда Также По такому же принципу Абсолютно работает Любая защитная одежда Спасателя пожарного То есть Снаружи она раскаленная А внутри Ничего Да Типа того Смысл какой Ну Это законы физики Банально их преодолеть Невозможно Если бы было Ну это только Опять же Где-то В супергеройских фильмах Можно купить Какой-то там Супер Латекс Пошили этому Роберту Дауни Младшему Пошили там Мы вам новый костюм Пули не пробиваем Пожароустойчивый Допустим Железный костюм Да И костюм Смотрится Так как В тренажерном зале Леггинсы Я его натянул И он от всего защищает Ну К сожалению Мы не в супергеройском фильме К большому К сожалению В этом плане Потому что Мы упираемся В законы физики С точки зрения Создания защитной иммуниции Поэтому Максимум Что мы можем обеспечить В частности В Беларуси Производят с недавнего времени Достаточно неплохую Защитную одежду Которая экспортируется У нас Достаточно успешно Именно Имеет защитную одежду Для спасателей пожарных Это же как вот у бедуинов Да Они же почему В пустыне при жаре Окутываются полностью В одежду Почему Потому что Температура снаружи Выше Чем теперь внутри Здесь то же самое А что внутри костюма Получается Ну вот ты стоишь Человек Понятно Но там Я как помню По своим ощущениям Я конечно не проходил Такую штуку Я как выяснилось Прошел Тренажер для стюардесс Стюардесс у нас тоже будет Когда мы его не спросим у него Да Я был в этом костюме Там было Пипец как жарко Бортпроводница Я был весь Я просто весь Я был просто Стекал там Оттуда Ну то есть Но там внутри жарко Но не так как снаружи Смотри Жарко тебе так же Как ты будешь В своей любой другой шубе И прочее Задача То что твое тепло Он не выпускает наружу Естественно Ну это естественно Потому что он изолирует Да Тот материал Внутри который находится Это теплоизоляционный материал Ну то есть Как трубы типа оборачиваются В доме Ну имеется ввиду В широком смысле понимания Самого материала Это не такое же Как трубы Не обижайся Я имею ввиду Что его функция Это теплоизоляция Максимально длительное время Не пропустить температуру Неважно От тела Или к телу И он не отличает Сам материал Куда он ничего не пропускает Но снаружи Она раскаленная Соответственно да Твою температуру Он вне не пускает тоже Поэтому ты там Аккумулируешься В своих 37,2 Да Ну там все равно Очень жарко Я просто почему спросил Что в такой жаре Представляешь У тебя кипит мозг У тебя Ты ничего не соображаешь И в этих температурах Ребята еще и тренируются И спасают жизнь С течением времени Естественно То есть Ну Есть Чем дольше ты находишься В зоне какой-то Соответственно Чем выше внешняя температура Она Ну Начинает Прогревать Естественно Ты тоже Ну то есть Там нету такого Что он абсолютно Не пропускает А сколько времени Он способен выдержать Ну опять же Какую температуру Ну вот баня Та которая горела Опять же Ты говоришь про что именно Ну вот смотри Насколько близко к огню Можно подойти И насколько долго Нужно стать возле огня Чтобы ты почувствовал Жар прям внутри Чтобы он его пропустил Прошибал Не ну насчет Смотри Во-первых Боевая одежда Пожарного Которая вот обычная Не вот эта серебристая Не как космонавты Да Вот Обычная одежда Она Кратковременно Только защищает От пламени Прямо кратковременно И определенная Длительность Зависящая От температуры От влажности Почему говорю Определенная Потому что да Есть параметры испытаний Которые признаны Достаточными Ее когда Производят Как защитные Там перчатки Вот эти краги все Да То есть Когда саму одежду Есть манекены На которых это все Надевается Они помещают В специальную печь Где создает температура Внутрь помещаются Датчики И воздействием Повышением Влажности Да Повышением Теплового потока Испытывается В нормируемых условиях Есть Еще раз говорю Нормируемые условия На пожаре Они ненормируемые Ну типа Как ты можешь считать Ты тут Как я сказал Стоишь На тебе лед замерзает Через 10 метров Ну Ты сам можешь Испариться В принципе То есть Ну Соответственно Как ты Какие нормативы Пожар ИЧС Это не Не подходящая Не под одну Нормативную вещь Поэтому Приняты Некие стандарты Которым эта одежда Должна соответствовать Чтобы называться Боевой одеждой пожарного Все Она должна держать Внешне Внешняя ткань Должна Выдержать Такие-то нагрузки И параметры температуры Теплоизоляционный слой Такие-то И прочее Вот То есть А на пожаре Все Ну Там не по букварю Скажем-то Там ты должен Просто понимать Это Бывают женщины-спасатели? Ну Именно Работники МЧС Женщины есть Нет Это понятно Диспетчеры Боевой вызов Верно То есть Мы Понятно Если мы говорим О том Кто непосредственно Ходит в огонь Выполняет Саму работу Вот физически Прямо на месте То Это На сегодняшний день Ну Подчеркну Это так На сегодняшний день Это только мужчины Причем Это не только Там в Беларуси В абсолютном Большинстве Наверное Стран Есть просто Страны Где женщины Работают Спасатели Да Вот Но У нас Законодательно Немножко Ограничено И именно Из-за защиты Женщины Защиты материнства В этом отношении Потому что Ну все-таки Считается Что это Достаточно Тяжелые вещи Которые могут Сказаться Не совсем правильно На их здоровье С точки зрения В том числе Последующей Репродуктивной функции А мужиков Не жалко Это как Все шутки Мужчины все-таки Более выносливые Более Скажем так Стабильные В нагрузках И поэтому Здесь это допустимо Ты знаешь У нас будет Через пару выпусков Гости интересные Саша Паханенко Знаешь наверное Она бывшая сотрудница ОМОНа Которая работала Потом высшей балой Фейс-контролем В барах Она нам тоже расскажет Много чего интересного Про то какие женщины Невыносливые Место поставит нам удар Ну смотри Мы же Всегда не Не уходим в частности Естественно Есть уникальные В этом отношении Женщины И есть Совершенно противоположные В этом отношении Мужчины Мы не берем всех Под одну гребенку И если мы говорим Про входной контроль То есть ты не знаешь Что ты мужчина Заходи А есть норматив какой-то Кстати Не то что норматив Нормативы физически Естественно существуют Какие? Ну вот насколько Надо быть здоровым По физухе Да Вот приходит человек Говорит Хочу быть спасателем А ему такие Ну давай Сейчас там 50 подтягиваний Тут же 50 брусьев Вот как это происходит Надо же сдавать Примерно так же Во-первых Эти нормативы Эти нормативы Не только сдаются Как входной контроль Ну они На старте естественно Потому что человек Не обладает Какими-то специфическими Навыками От него можно Общие физические упражнения Потребовать Сдать То есть те же самые Подтягивания Комплексное силовое Упражнение Бег Но Чтобы вы понимали Это не только Входной контроль Все работники МЧС Без исключения Раз в год Сдают зачеты По физической подготовке Исходя из своих должностей Исходя из своего возраста Респект Да Есть медико-возрастная группа Которая Понятно Что невозможно Человеку в 40 лет Человеку в 18 лет Иметь одинаковые показатели Здоровья И физической подготовленности Однако Еще раз говорю Есть Нормированные параметры В которые Каждый работник Обязан вкладываться Слушай А правда ли это Знаешь Как смотришь кино И там пожарная часть Такой длинный шест По которому Со второго этажа спускаются И во время Между вызовами Они просто все качают железо Играют рок-н-ролль И Джимми вызов Да окей И он такой Типа на голое тело Но приближено к реальности Ну это вот Насколько это Приближено к реальности Но за исключением шестов Шесты были раньше в частях Ага Сейчас в новых подразделениях Это не проектируется В те которые строятся Именно ввиду Высокой травматичности А в тех частях Где это существует Их Они закрыты Для использования То есть они могут Существовать физически Но их не используют Для спуска А почему? Уже небезопасно тебе? Они в другую профессию Перекочевали Ну скажем так Нет И ты даже знаешь Некоторые Те кто не дослужили Тоже пошли туда же работать Ну на самом деле Просто Сейчас смоделирую ситуацию Просто человеческую Ну тем не менее Спасатели тоже люди И представь ситуацию Когда ты ночью Ты только что спал Звучит тревога Ааа То есть есть время для отдыха Ну да Отведенное Значит ночное время То есть люди какие-то По крайней мере То есть все Однозначно не спят Кто-то на посту там и так далее Но те кто спал Звучит сигнал тревоги Ты только что смотрел Да Какой-то веселый классный сон Да И тут через минуту Ты должен уже ехать На машине Да Куда-то То есть естественно Тебя подрывает эта тревога Ты несешься Ты несешься к этому шесту Допустим ты сам Его обхватил нормально И съехал На сверху Привычка вырабатывается Как бы Но координация Проще Еще в момент пробуждения Она все-таки Может быть другая Естественно Соответственно То есть Ты можешь сам травмироваться Можешь съехать на кого-то Тот не успел отойти еще Ты на него там И так далее То есть были случаи Из-за которых Приняли решение То что Ну зачем Если это Приводит к травматизму Типа традиция На ровном месте Зачем Если можно Ну есть лестницы Достаточно Просто лестницу оставили Да Обычно караульное помещение То есть там где отдыхает Леченство Находится максимально близко То есть я так понимаю Что есть смены Условно какие-то Да Часть Как это правильно называется Подразделение Подразделением Часть да Живет ночует Часть уходит домой Потом они меняются Естественно да Трехсменный режим у нас Три дежурные смены Заступают по суткам Суточное дежурство Скорая тоже получается Нет Скорая по другому режим У нас именно суточный То есть 24 часа А сутки через трое получается Через двое Через двое То есть 23 часа Потом два дня А два дня Это прям свободный выгул Или прям все делайте Что хотите А потом главное вернитесь Никто не выгуливает К сожалению А хотелось бы Но приходится самим Занимать себя в это время Ну да Отдыхать как правило Понятно Вот Но если серьезно говорить Да получается Каждая смена Сутки я дежурил Двое суток у них Те кто работает Именно на дежурных сменах То есть это не все Не все люди в МЧС То есть мы вернемся Вот к женщинам Которые например Несут Службу на других должностях Выполняют другие задачи Но не менее важные То есть потому что Сколько пожаров произошло И сколько их успешно потушили Сколько людей спасено Это всегда можно посчитать Это вот они Есть Да Факты А сколько пожаров Не произошло По причине Грамотной профилактической работы В МЧС Что это такое Это вот про пожарные Извечатели беседы Вот я даже так скажу То есть ну в целом Вся вот эта Противопожарная Там да И пропаганда безопасности То есть посчитать Сколько Сколько спрофилактировано Невозможно Однако Ну есть Ну если мы уже опираемся На цифры статистики То в любом случае Число пожаров Особенно в жилом секторе У нас Значительно снижается Из года в год Вот поэтому Как бы Эффективность этой работы есть И осознанность Населения В этом отношении тоже Мы говорим даже не только Про число пожаров Сколько Бытовых случаев Мы знаем Просто сейчас Может показаться Людям За счет развития Средств массовой информации Доступности Социальных медиа Да То что Очень много всего происходит В частности с детьми На самом деле Происходит меньше Чем было раньше Значительно меньше Просто Практически каждый случай Ребенок там Получил ожоги Играл там с каким-то Легковоспламеняющейся жидкостью Что-то Что-то еще там Ну вот все случаи Мы практически О любом таком Резонансном Мы всегда это Узнаем Потому что Ну люди сами сливают Здесь тот случай Когда лучше напугать Много людей Чтобы этого не произошло Неправильно Не надо никого пугать Задача Ну Взывать к пониманию Если человек просто напуган Ну вот я тебя напугаю Что у тебя монстр Под кроватью Да Ты будешь просто бояться Но ты же не знаешь Что его условно говоря Нет Или как его победить Так и здесь Задача не напугать Задача объяснить Как с этим можно работать Предупрежден Значит вооружен Верно Давай уже У него быстрого внимания Побухтел Побухтел я сейчас Свой тикток Помнишь Мультики были Всякие по телеку Показы рекламы Тоже в виде мультиков Там Нашли спички Две синины Там была ужасная реклама Я сделала серию мультфильмов Для детей Можно смотреть на ютубе Ребенок запоминает Что это типа через мультик Там вот опасность Там сгорела Не знаю кто там Да Ну должна быть в мультфильме Таком и в любой такой вещи Скрытая причинно-следственная связь То есть сделаешь вот это Получишь такой результат Сделаешь вот так Получишь такой результат И вот самое основное Это даже научить людей Действовать при пожаре Потому что люди впадают в панику Это самый такой важный фактор Который влияет на адекватность В моменте А что делать при пожаре? Ну понятно Все знают про трубку Которую опустил в унитаз И там есть якобы Запас кислорода из канализации А зачем тебе трубка в унитаз? Ну оторви гофру с умывальника И дыши оттуда Если мы уже говорим Правильно? Ну-ка, ну-ка, ну-ка Ну зачем тебе? Из-под умывальника оторвать гофру? Ну конечно То же самое? Где этот сифон стоит Да, снизу под ним Ну если мы уже говорим про экстренные методы Ну это надо, чтобы у тебя уже все горело Кроме ванной Но если мы говорим про такую ситуацию Ну вот чисто технически Ты проснулся ночью от того, что у тебя там Одна комната полыхает Оставил ты зарядку с своим айфоном Китайскую вот эту Нет Давай, с андроидом Я настаиваю Нет, с андроидом Айфоны нет У меня беспроводная зарядка А что чаще горит? Андроид или айфон горят? В любом случае Даже если бы я знал такую статистику Я бы ее не озвучивал Но тем не менее Я скажу, горит все Как вот, извиняюсь, голимый Китай Так и вот эти лакшери смартфоны Ну слушайте, давайте Андроид У нас там сколько случаев было Протоповые телефоны Самсунга Не нашим МЧС там Рассказанное Там люди подавали в суд У них там в самолете Прям в кармане Аккумулятор загорелся То есть у айфонов Таких ситуаций куча Потому что литий-ионные аккумуляторы Достаточно капризная вещь И особенно в момент зарядки Вот так скажу Но телефонный горизонт? Когда он появится Он будет самый безопасный Где эта штука? Как не уводить? Я хочу сейчас разрядить просто Ну уже Так вот, ладно Хорошо Начинается пожар Ты просыпаешься ночью У тебя задымление И где-то из комнаты Ты видишь отдых А не задымление Например Ну если задымление Там более понятно Если мы говорим Про вот этот случай Который ты уже в частности Описал Что надо дышать уже откуда-то Если там прям задымление Реально тебе дышать Нечем будет То есть ты встаешь Ты первым делом Звонишь в пожарную Ну смотри Надо оценивать ситуацию Исходя из степени Опасности для тебя Ну что сделает В моменте сейчас Звонок Если ты дышать не можешь Ну да Ну тебе надо Смочь дышать Первое, правильно? То есть Окна открывать нельзя Если это у тебя пожар Да То есть это спровоцирует Приток воздуха Если пожар у тебя Да Источник пожара Окна не надо открывать Потому что Ну опять же Смотри Будем смотреть Адекватно На ситуацию Если ты опять же У тебя все горит Кроме условной кухни Ты на нее прибежал И ты смог только Закрыть дверь И дышать ты сможешь Только если ты откроешь Окно и в нее высунешься Ну то конечно Надо открывать Да Ну потому что Если этот фактор А дышать Дымом нельзя Дым Конечно Это самый опасный фактор Для человека Потому что в дыме Находится огромное количество Токсинов Которые приводят Смерти достаточно быстро Быстрее чем мы думаем При бытовых пожарах Когда горит мебель В частности Когда горят поролоны Поролоны выделяют Кучу такую Химии всякой В частности Вот опять же Есть такая штука Синильная кислота называется Она выделяется При горении поролонов Любых марок И синильная кислота Это из ряда цианидов Все знают про цианид Стыкали его воздействие Так вот синильная кислота Даже через кожу впитывается Не говоря про органы дыхания Блин Это надо было Когда у нас был пожар Надо было выйти из квартиры У нас было время Когда мы могли выйти Но мы решили оставаться Так безопаснее Не только угарный газ Всем известный Который там Дольше может воздействовать Все равно он опасен Потому что у него там Запаха нету И ты его никак не ощутишь Но и куча других То есть сам дым Если ты прям чувствуешь Она пожарит Ты будешь чувствовать В дыхании этого Короче первым делом Надо себя обезопасить Конечно Все действия надо совершать По принципу Максимально обезопасить себя С точки зрения Дальнейшего возможности Либо самостоятельного спасения Либо спасения кем-то То есть мы будем рассчитывать Что МЧС придет на помощь Понятно Но вопрос Надо их вызвать Скорее всего Если там уже масштабный Уже вызвали соседей Но все равно Лучше перезвонить Если диспетчера Есть вызов на этот адрес В любом случае Вы можете сообщить о себе Словно говоря Вот я сижу В такой-то квартире В ванной Жду помощи Это будет тут же передано Подразделением МЧС И ближайший Как говорится Освободившийся Пожарный Тут же прибежит И эту квартиру вскроет И зная Что там Конкретно оттуда Позвонил человек Все Никто не будет думать Звонить в дверь И так далее А расскажи Какой-нибудь жесткий случай Какого-нибудь жесткого пожара Жесткого? Да Половез каска Лежало бревно Хотел я свою Кстати одну У меня есть Оплавленная каска Приволочь Но ладно Не стало ее грязную Наоборот надо было В следующий раз Возьмешь Точно Итак Истории Прожженного МЧСника Слава богу Не прожженного Меня не Нет Все-таки За счет каски Амуниции Меня все-таки Не прожгло Хотя Печальные ситуации Бывали Расскажу первый Наверное Свой пожар Да Вот получилось Что у меня Самый первый выезд Был в принципе Сразу с трупом Если мы в уши Жести какой-то захотели К сожалению Работа МЧС Это вот Надалека От Это иконтики Надалека от того Что рисуют иногда в фильмах С точки зрения Романтики Выноса голых женщин На плече И потом последующие свадьбы И всего остального И когда все аплодируют Часто это сопряжено Совершенно другими ситуациями И другим визуалом И другой реакцией людей Потому что Во-первых Об этом если сказать Ты приезжаешь на место Где Одни страдают непосредственно Вторые страдают От того что происходит И люди Далеко не всегда Положительно настроены Скажем так И в целом к тебе Часто какие-то претензии бывают Но Про случай Выехали в Шабаны Горел строительный вагончик Обычный Обычный Да Стройка Я не помню Что там строилось В то время Это 2001 Или второй год 2001 Конец даже Получается что В этом вагончике Горел он уже Открытым пламенем Уже все И Одна половина Полыхала так Более очевидно Приехали Прибили достаточно быстро Вскрыли Заходим внутрь Все То есть Когда сбили пламя Вскрылись Пошли дальше Все Начинаем смотреть Что внутри 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 находим Тело А точнее Его половину Вот Ну то есть Человек Вот опять же Причина пожара Сразу Озвучу Как говорится Нет Не курение Во сне Ну Я не знаю Кто был Этот товарищ Возможно Это какой-то Строитель Который решил Переночевать И прочее Но Сам факт Что он поставил Обогреватель У себя У ног Лег Чтобы ему теплее Было Но Обогреватель Очевидно Попало На одеяло Или он Накрыл Потом Вот Происходит Перегрев Возгорание И вот Как раз Таки Нижняя часть Строителя Выгорела Полностью От слова Совсем Понятно Что он был Взрядно Скажем Так Поврежден Ну Это я уже Не буду Говорить Возможно Невозможно К слову Это отягощающая Причина В большинстве Случаев Бытовых пожаров Именно Там Алкоголь И как фактор Курения В нетрезвом Состоянии Одна из самых Популярных К сожалению Причин пожара В жилье Именно Курение В нетрезвом Об этом могу Остановиться позже Но здесь Вопрос в том Что здесь Получается Вот Причина Следствия Нарушение Правил Пожарной Безопасности Начиная От того Что пишут На обогревателе Не накрывать Не ставить Вблизи Легко Воспоменяющихся Предмет Вот Он Всем этим Пренебрег Плюс Опять же Не оставлять Без присмотра По факту Твой сон Это оставление Без присмотра То есть Вот он сам Никто ему Ничем не мешал Не способствовал Да еще закрытая дверь Отсутствие какой-то Вентиляции Это уже вторично Там достаточно Было пожарной загрузки Для того Чтобы просто Было чему гореть Объясню Почему он так И остался лежать Ну что называется Когда у тебя Начинают отгорать ноги Ну Казалось бы Вставай и беги Но вопрос в том Что Вот те самые Продукты горения Которые являются основной Причиной гибели То есть Когда человек сгорает Он сгорает Уже Это Извиняюсь Вторичная Причина Обычно До этого момента Он погибает За счет того Что он надышался А здесь во сне Он вдыхал Вдыхал И Начиная от угарного газа Заканчивая тем Что там горело Там был поролон Не был То есть он Скажем В целом Уснул навсегда А потом просто уже Хорошо А какой самый большой Пожар в твоей жизни Большой Наверное Наверное Когда мы тушили Сталилитейный цех На Мазе Ооо Сталилитейный цех Там в целом Не холодно Верно Да СЛЦ2 По-моему Горел Не уникальный случай Но это был большой пожар Когда Трансформатор загорелся Печи плавильные Они работают От электричества Их останавливать нельзя Ну потому что Печь плавильная Любая Она Эксплуатируется Весь срок Своей службы Ну да Это тон Она потребляет Много энергии Если ее остановить Она просто Все прикипает внутри И все То есть она портится Скажем так То есть это кастрюлька Которая кипит Постоянно Если она 10 лет Эксплуатируется Она 10 лет кипит Все То есть Правила останова Очистки Имеется ввиду Безаварийно Не остановишь То есть Это прям целый процесс Для обслуживания И остановить Это нужны Возможно Сутки Может больше Может неделя Регламентных работ По останову печи То есть Вот так Выключить рубильник И типа Печь не работай Такого сделать нельзя Это я к чему Потому что Горит одна печь Плавильная А точнее Ее трансформатор Огромный В цеху Рядом еще Куча этих печей Там находится В близости Рядом куча Раскаленного металла Причем еще Лента есть Где Ну если можно так назвать Транспортировочная Где эти Подвешиваются Определенные емкости С этим уже куда На отлив И они вот так Еще ездят Ну там все Вот это было остановлено Но остальные печи работают Напряжение там Нельзя снять до конца То есть Куча-куча мер Предосторожности Понятно что эту печь Уже обесточили Который просто Сам трансформатор Уже все Не подлежит Он полыхает Там я не помню Сколько там 8 тонн масла Внутри В трансформаторе было Вот Ну огромный То есть размером Вот с нашу Эту студию Это просто трансформатор Офигеть Вот он горит А я почему-то Ну трансформатор А он говорит Да нет Размером со студию Валильная печь Ну какой ты кубик Это же не зарядка У тебя от айфона Я не такой маленький Я думал побольше чуть-чуть Но как шкафчик может быть Ну вот большой шкафчик Такой очень И вот Там было Весело Скажем так И по температуре И по мерам безопасности Какие ощущения Угроза обрушения кровли И охлаждали мы В частности Вот я занимался Там охлаждением Этих конструкций Чтобы просто Кровлю охлаждать Чтобы она не рухнула То есть Ты ее поливал водой Над трансформатором Вот эта часть Получается Было несколько Средоточенных стволов Которые шли Не на тушение А на охлаждение Конструкции Для того Чтобы обезопасить Те кто работал По тушению И туда уже пеной Непосредственно Тушилась сама зона Где горел трансформатор А почему пеной? Понятно что пена Она тоже лишает Огонь кислорода Растекающееся масло Изолирует То есть пена тоже Расползается И как раз таки Ну вода Она будет куда-то там Ну как она растекается И на поверхности Когда горит То есть такие вещи Тушатся пеной А потому что масло Тоже же горит Масло и горит В данной ситуации Помимо просто Да 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 То есть соответственно Это все растекалось И опять же Это дело Покрывалось сверху Пеной Чтобы вот оно Ну это выглядит Примерно так Вот оно пятной Так горит Реально полыхается Снизу Когда тоже растеклось И пена сверху Затекает Вот так вот Прям поглощает Это пламя И она лопается Естественно Она усаживается Но ее дают Тут тоже уже Как мы говорим Есть расчетные параметры Которые Сколько нужно Пенообразователя Сколько нужно воды Вот все эти моменты Должны учитываться Вот ну там Там всем работы хватало Во всем смысле Так вот мы там В рубрике упомянули Про Дубай Да Там же супер И вы же знаешь Как-то жизнь в последнее время Она как-то все уплотняется И растет вверх Одно дело Тушить двухэтажный Четырехэтажный дом А другое дело Вот например Минск мира Вот эти вот Высотки Где куча домов Насколько это вообще реально Сложно Сложно Тушить в любом случае Скажем Независимо от этажности Но конечно Рост любого здания вверх Сопряжен с кучей других трудностей Как технических Так и сугубо даже физических Потому что Использовать лифты Например Для подъема на высоту Тоже нельзя То есть Запрещено Спасатели должны подниматься Сами на высоту Можно в случае Если есть пожарный лифт Который является таким Техническим решением Там можно поднимать Оборудование Вот допустим Необходимое какое-то Но сами пожарные В любом случае Будут подниматься В экипировке Да К слову Есть специальные соревнования Которые пожарные Проводят на библиотеке Периодически На скоростной забег Круто На высот Сколько еще раз экипа Весит? 40? Ну я думаю 30 килограмм Около 35 Будет вот Современные Так скажем Облегченные Облегченные Купехотинцы То есть ты надеваешь 35 килограмм на себя И на скорость Более того Ты включаешься еще Вот в эту масочку Да Где тебе надо Не просто еще Самому дышать Из атмосферы А бежишь Вот этим вот Вот это вот То есть это Жена звонит В этот момент Ну надеюсь Жена снизу болеет Если мы говорим Про По крайней мере Соревнования Ну понятно Это как Этап подготовки Там участвуют Все подразделения Понятно Что не каждый спасатель Участвует В спортивных дисциплинах Естественно Туда уже По итогам отборов Выходят там Лучшие Дальше лучше Из лучших И вот Ну Ну прикинь Все равно К нашей гордости скажу Вот прям не знаю Как сейчас обстоят дела Но на тот момент Когда Я работал Это не в плане Что я работал И так было А в плане В тот момент Мы даже Когда ездили В российскую федерацию На международные соревнования По подъему Высотное здание Скоростному Именно по лестнице Вот это такой Элемент выносливости И скажем так Профессиональной подготовленности Спасателей Мы там Ну Очень стыдно Делали всем остальным Потому что Ближайшие Даже не 3 А 5 мест Мы забирали сверху Вот Короче Напихивали Но все равно Смотри Пожар 20 этаж У меня квартира На 25 этаже 25 этаж Какой длинный лестница Она дотянется До 25 Группа спасателей Никакой Ты утверждал Что у тебя есть высшее образование Да 25 этаж У него нет А нет Я из армии А из армии Да Какой этаж Средняя высота этажа 3 метра Допустим Ну то есть Плюс-минус Эти сантиметры Там уже Ну потолки Ну перекрытие Этаж Берем Средняя Средняя Подчеркну То есть я говорю 10 сантиметров В данном контексте Там роли не сыграет Средняя высота 3 метра То есть 10 этажка 30 метров Вот Это стандартная Автомобильная лестница У подразделения МЧС Вот так вот возьмем Да 30 метровая Это вот 75 сантиметров У нас 25 этаж Тогда Да Например Я Но Сразу скажу Мы здесь не опираемся Только на технические решения Которые есть В подразделениях Хотя подразделения МЧС На сегодняшний день Оснащены Ну без исключения Могу сказать Очень замечательно По всем мировым стандартам Почему могу так утверждать Потому что Я как-то Когда посещал Разные страны Довелось мне быть И в Норвегии В частности То есть Назовем так В финансово неограниченных странах Ну вот В Эмиратах Не был Скажу Не могу сравнить Может там Не знаю Ломборгини Ну у них просто Мне кажется Если ты хочешь В целом Любую Штуку создать Там по-любому Должна быть Ломборгини Они новыми Теслами Просто гасят Вот так Они ломборгини С пеной Запускают пожар Забрасывают в пожар Да Просто тушат методом Это дешевле будет Чем вот эти пены Закупаться Но Я на самом деле Полагаю Что там Как раз Может быть Развитие Каких-нибудь тушений Дронами Вот перспективно Кстати С вертолета тушат Конечно Да Смотря что Ну вот Двадцатый этаж Двадцатый Двадцатый Нет смысла С вертолета тушить Потому что В условиях Плотной городской застройки То есть вертолет С какими-то системами тушения Возможными туда Ну просто Для тушения квартиры В таких домах Он не будет применяться А если это очень важная квартира Типа там Я не знаю Есть вопрос эффективности А не важности квартиры Гейстерная кофеварка Мы говорим о том Что это В данной ситуации Неэффективно Там два портигара Технически сложно применимо Не будем вдаваться в подробности Вопрос Я к чему хочу сказать Есть То есть с точки зрения оснащенности Действительно Подразделения МЧС Оснащены Очень классным Современным оборудованием Способным Весь спектр задач Закрывать Но Здесь мы упираемся Чем выше Все эти этажи И прочее Хоть у нас есть Коленчатый подъемник Высотой В девяносто метров Ааа Подожди Это как Это что Это как это выглядит Колено Это автомобильный Коленчатый подъемник Который Ну вот как машина Машина здоровая И там колеса Которая Ну только не лестница А вот Телескопические колена И на конце люлька Ааа Все Все Да С помощью которого Можно как поднять Людей там И спустить И можно подать Огнетущие вещества На эту высоту Вот То о чем мы говорим Нет смысла Гнать вертолет Но теперь Но теперь смотри Это же Минскмира Там же хрен Найдешь парковку Никогда вообще Это ужасное место Ненавижу это место Ну к сожалению Я не буду сейчас Склоняться к каким-то там Застройщикам и кварталам Я скажу что Проблема характерна Для Минска вообще И учитывая что Подразделения МЧС Не могут даже Габариты своих машин Снизить По объективным причинам Потому что Надо вывозить Как много оборудования Так и собственно Огнетущее вещество Вы приезжаете А там машине стать Некто Причем здесь парковки Есть же места Где просто можно заехать С детской площадки Во-первых Тут я могу только Скажем так Несколько Обратиться к людям С просьбой Учитывать Когда вы паркуетесь В особенности В ночное время Когда все заставляют Свои дворы Из расчета Что проедет легковушка Знаете что Ночью Может произойти пожар В этом дворе Неважно высотки Там не высотки И машине МЧС Просто надо Будет проезд И что по протоколу В таких случаях Вот если места Недостаточно Чтобы проехать Но можно их бортануть Что будет делать машина МЧС По-разному Объясню почему Подразделение МЧС Естественно Тоже по закону Имеет право Наносить Объективный ущерб Если этот ущерб Скажем так Несопоставим С тем Взломать дверь Который будет предотвращен Да естественно То есть в этом плане Это Всего касается Любого там имущества И прочего Если оно объективно Ну наверное вот в Америке Вы часто видели Там на гидране стоит Даже полицейская машина Что-то На тебе стекло Выбили пожарный рукав туда Там и полицейские эти Мне нужна ваша машина И просто забирать Ламборджини У нас такого же нету То есть у нас Ну это я скажу Что наверное тоже Можно довести Просто любую хорошую идею До абсурда Поэтому ну прежде всего Задача МЧС Ничего имущества Не калечить По возможности И опять же Одно дело Повреждать машины Некоторые говорят Да вот я сколько помню Комментариев в интернете Там когда Опять типа дворы Были заставлены И типа люди пишут Да вот таранить надо Там на машине На своей здоровой Я описал Я описал Немец мир дворы Обычные Окей Вопрос в том Что это может быть Неэффективно То есть ну вот представьте Ну видели наверное Периодически какие-нибудь Во дворах Когда какой-нибудь Там дядя зазевался Или там плохо стало И он на своей машине Легковой Типа протаранил Несколько машин Ну да Вы видели какая куча Мала собирается Ну а представьте Если вы на МАЗе Типа с разгону Мне все пофиг да Я ущерб Мне не важен И вот ты на этом здоровом Огромном грузовике Пытаешься просто лететь Ну хорошо Десять машин Ну соберешь ты Просто их в кучу Ну понятно Заблокироваться Я не про это скорее Скорее когда машины Стоят близко И одна машина Например Ну багажник чуть торчит Если проехать Отнесут Отнесут? Да То есть кто-то подбежит Отнимут и отнесут? Да Подожди Настолько супермены Не ну багажник легче Чем передняя часть Скажу так У меня на практике Тоже вот помню Был случай Когда опять же Блин шабаны пресловутые Ну я не знаю Получилось Тоже заезжаю И вижу Ну вот кольцевой двор И отсюда С правой стороны Можно подъехать Но все заставлено Понимаю Что машина сейчас Не пройдет Проехать можно Через площадку детскую Насквозь Да Но машины Вот по периметру Стоят Понятно Тут на углу Замок из двух машин Скажем так Да Ну что Мы с ребятами Выскочили Берем за задние арки И в раскачечку Машина прыжками Просто вот так Открывается дверка Одной машиной Второй Открыли ворота Поставили их перпендикулярно И в эти ворота поехали Вот Все То есть Таким образом Да Так что Четыре человека Запросто могут Раскачать машину За арочку Аккуратно Что она на амортизаторах Потихонечку Да Четыре арки Четыре арки Бовой роли Такие что делать Акку просто Одной рукой На плечо И постой Типа того То есть Стараемся Естественно В такой ситуации Минимизировать ущерб В любом случае Да Но вообще В таких Прости Да Я хотел Вот завершить То что людям Просто я попрошу Учитывайте Эту возможность Вот где там Камера у нас Какая светит Моя вот эта Я просто обращаюсь Помните всегда Помощь может ехать К вам Произойти может Все что угодно Поэтому относить Нормально Как к движущимся Транспорту Оперативного назначения На дороге Уступайте им место Так и Паркуя свои автомобили Я сейчас даже Не про правила Дорожного движения И правила парковки Во дворах По-человечески Ставьте машины Чтобы была возможность Проехать Большому транспорту МЧС Вы возможно Сами себе Делаете благое дело Да Кому-то же Скорой МЧС Скорой Милиции Кому угодно Просто думайте о других Ну просто я говорю про МЧС В данном разрезе Потому что Именно габариты Этих машин Самые большие Из всех спецслужб Объективно большие Ну да Меньше их сделать нельзя Если ты висешь Пять тонн воды И кучу оборудования Это не ДЭО Да Это даже не газелька Скорой там Да какая-то Вот поэтому Какой самый жесткий Случай ты видел Жесткий Да мы поговорили Про первый Поговорили про самый большой И сейчас поговорим Про самый жесткий случай Что Саша Хотите Хотите вы же Ну нам же да Мы вот Ну на самом деле Немножко абстрактно скажу Видел всякое И наверное Самые такие С точки зрения Какого-то психологического Воздействия Все-таки даже Не пожары Это когда Дорожно-транспортное Происшествие С тяжелыми Последствиями Вот Потому что Часто Это Ну Фигурально выражаясь Ты приезжаешь И там в машине Фарш Просто Ну не то что фарш Да Но окровавленные Сильно окровавленные люди Когда можно Даже не сразу Понять пол Человека Да То есть Они сильно травмированы Могут быть Вот И более того Они живы Да То есть Это хорошо Но я имею ввиду Что Когда ты Видишь что-то уже Там неживое К этому относишься Легче Ну да Ты понимаешь Что здесь Уже в данной ситуации От твоих действий Грамотных Профессиональных Будет зависеть Их жизнь То есть Ты должен Предпринять Кучу действий Для того Чтобы Купировать Их тяжелое состояние По максимуму Сколько ты можешь Сам В данной ситуации Пока не приедет Скорая Благо Ну там В Минске У нас скорая Прилетает На такие случаи Быстро Да Вот Но Ну вот Был из моей практики Случай Тоже могу рассказать Который не связан С работой Ну это я стал Свидетелем И оказывал помощь На трассе Да Вот Как вот Макаренко Рассказывает Вот у меня Таких историй Тоже куча Вот Ну потому что Скажем Ну потому что Обязан Типа того Не проезжал Не оставался равнодушным Но вопрос в том Что Морально Видеть это тяжело Я помню У меня был Случай Когда даже Два молодых Бойца Вот выехали Они молоденькие Были И этому не подготовишь Все-таки Психологически Ни на каких Тренажерах И они выехали На первое ДТП Да Потому что Мы для зрителей Уточним МЧС Это не только Тушение пожаров Это и ДТП Это вот эти ребята Машины Кусачками разрезают И извлекают Людей Да И было Что микроавтобус Получается Влетел Сзади В машину Другую Вот И Получается В микроавтобусе Ну вот здесь В данной ситуации Было два трупа Но Понятно Сама картина Когда просто Людей В бескапотном Микроавтобусе Просто запрессовало Все это Ну картина была Мягко выражаясь Неприятная Да И парни В данной ситуации Реально впали в ступор То есть я вижу Что они не готовы Выполнять дальше Действия И вот Я с командиром отделения Уже Да И водитель помогал Вот Ну парни уже так Немножко потом Подключились Ну то есть был момент Провала Просадки То есть Ну к сожалению Это естественно К сожалению Всегда Процесс Как профдеформации Так и профадаптации Это схожие вещи Которые все-таки Идут где-то вровень И они не проходят За один день За один даже год И так далее Вот Это скорее даже Не временной отрезок А количество Событий В единицу времени Вот Так же как и любой врач Там хирург Поначалу Тоже Ну да Не проведя определенное Количество операций Он не может Чтобы у него рука Не дрогнула И не включаться В это В том числе С моральной точки зрения Очень важный фактор Для спасателя Уметь переключиться Уметь понять Что ты в этой ситуации Профессионал Что ты наблюдаешь За происходящим Не как наблюдатель Не как человек Который здесь должен Проявлять Включение человеческое И какую-то эмпатию А как человек Который должен Здесь В данной ситуации Хладнокровно Оказать помощь Это не значит Что ты хладнокровный И бесчувственный Нет То есть Просто ты эмпатию Отключаешь В моменте Ты понимаешь Что им больно Но не с той точки зрения Чтобы им сопереживать А с той точки зрения Что ему так больно Значит я должен Как-то сделать Чтобы было меньше больно И так далее Решить задачу Решить задачу То есть ты Потом включаешься Потом это неизбежно В любом случае Это работает Как в коллективе Так и Есть психологи В МЧС Которые Работают И со спасателями Ну Сами понимаете Это вопрос Именно профессиональной адаптации Но такое бывает Это я хотел спросить Как не сгореть на работе Ну так Да С исковеркой Вот в принципе Это и ответ получается Что надо Вопрос с искоркой С искоркой Да Психологически работать над собой И до и после И во-первых Чтобы не впадать в ступоры Вот эти Это же тоже реакция мозга Мне кажется К этой нервной связи Когда ты что-то замкнула И ты опешил просто Это же Ну Наверное Количеством выездов Тренируется это Да Ну С тому Надо прорабатывать И отношения Ты как любой человек Есть люди Которых ты пугаешь Просто Ух И они каждый раз пугаются Ну То есть я к тому Что если это не прорабатывать Психологически Не менять отношение К ситуации В профессиональную сторону Ты каждый раз будешь На это реагировать Так же Если ты будешь понимать Кто ты в этой схеме Для чего ты сюда приехал И почему ты это видишь То естественно Ты скажем Будешь относиться К этому по-другому Вот Если конечно Это было бы частью жизни Но это тоже адаптация социальная Уже Это другое Скажем Если все люди каждый день Видели Извиняюсь Трупы Вот прям каждый день Видел То мы к этому относились бы Объективно легче Это было бы частью нашей Социальной жизни Ну такое Типа Смотри Сегодня прикольное видел Вот такое Ну типа того То есть это было бы Воспринималось бы Как что-то неизбежное Да Люди Это вопрос профессиональной Адаптации Врачи Главно как и профессиональной Деформации В данной ситуации Ну Да И последнее Чем мы завершим Наш эфир сегодняшний На хорошем Мы на хорошем сегодня завершаем На хорошей теме На зарплатах На зарплатах А это тоже хорошо Мне интересно было Сколько в айфонах получает сотрудник МЧС Айфонами сотрудники МЧС Не получают зарплату Я понимаю Мы просто не можем В эквиваленте В суммах Да В эквиваленте Стоимости айфона Вот за что Вот вы супергерои Спасаете жизни Вот это вот все Что мы услышали За что Понятно Что здесь деньги не главное Это скорее всего Некий внутренний долг Но сколько это стоит Во сколько обходится Я скажу так Вот Ну Наверное Ожидаемо Но я воздержусь От конкретных цифр По одной простой причине Потому что Я считаю Что ну такие профессии И это не только Касается МЧС Есть ряд профессий Когда ну Нельзя сопоставить Профессиональный риск И напряженность Да С именно материальными ценностями Напрямую В любой стране Спасатели получают Мало В любой Мало соразмерно тому Соглашусь Что они дают Обществу Что они дают Конкретным людям Как можно оценить Вот условно говоря Я бы сейчас спросил Сколько ты считаешь Что должен получать МЧС Ты такой Тысячу баксов А если этот МЧС Спас лично тебя вчера Сколько он должен получить Сам лично дам Пять тысяч долларов Тому МЧС Который меня спасет Если со мной что-то случится Ну ты понял Посыл Да То есть В сопоставлении С конкретной жизнью Конкретного человека То есть Как это можно оценить Поэтому Вот Такого комментария Я воздержусь Ну да Но при этом я могу сказать Что Да Туда идут Естественно Не за деньгами Как бы там это пафосно Не звучало Но Это работа Для избранных Избранных Не в том плане Что это какие-то особенные люди Ну понятно И возвращаясь К нашей Предыдущей теме О том что Кто как Относится к профессии Внутри профессии Да Там По факту Работают супергерои Но все Это люди Это все люди Они из таких же Как говорится Кожи и костей состоят Да Со своими нервами Тараканами И прочим В голове И Знаешь Вот как говорят Герой настоящий Не тот Кто ничего не боится Не страшно признать Свой страх А как раз таки Тот кто боится Но все равно делает Да МЧС Не лишено страха И страх Это защитный механизм Который Защищает От неоправданной Бравады Необдуманных действий Спасатель Никогда не должен Стать спасаемым Но при этом При этом Ты должен понимать Зачем ты на себя Эту миссию принял Что ты в этой ситуации Должен сделать И вопреки своим страхам Ты берешь И делаешь Даже лучше Зафиналить не могу То что я хотел сказать Вообще уже не важно Я хотел про котиков На деревьях А ведро с конусом Не трогайте их Про котиков на деревьях Да последнее Расскажи пожалуйста Почему ведро с конус Конусобразное Пожарное Значит красное Да Не поставят ни на землю Ничего Что это такое Ходит куча легенд На эту тему Но есть Да Действительно Прям данных Которые подтверждают На 100% Эту информацию Почему Чтобы не воровали В том числе Но тем не менее Есть вполне Объяснимые вещи Почему Это для тушения Пожара Верно Да Теперь представим Обычное ведро И конусное Например Ты тушишь В защитных рукавицах Крагах Которые Цепкость у них Слабенькая Ты можешь взять За край ведра И за конус Ты любой перчаточкой Хорошо прижмешь И зачерпнешь Песка из этого Вот Который у тебя Да Емкость С песком Можешь Зачерпнуть воды Точно так же Тебе проще Проще Выплеснуть За конус держа И вот так вот сделать Чтобы сыпануть Хорошенько Тоже с конусом проще Ты второй рукой Управляешь Дальше Если у тебя надо Заледенелая Какая-нибудь Полынья Или что-то Ты конус Можешь продолбить Быстренько Расширить И так далее То есть есть такие моменты Которые являются На мой взгляд Объективным объяснением Ну а тот фактор Чтобы как говорится И вот эти шуточки Зачем оно такое Для того чтобы Не сперли И чтобы пожарные Когда тушат Не останавливались На покурить И потрынзеть Но на самом деле Второе Вообще неоправданно Тушат этим Не пожарные Это первичные средства Пожаротушения Которыми То есть люди до прибытия Пожарные уже Это трогать не будут Но все остальное Как я сказал Вполне Объяснимо И применимо Вот такие вещи Про ведро с конусом Так я пока себе На 21 веке Закажу домой Ведро с конусом Очень удобная штука Минимум не украдут Сто процентов Ну что друзья Это был подкаст Название которого Еще не придумали Как всегда С вами в студии был Саш Кухаронок Я Саш Сериков И сегодня у нас Такой вот Скромный супергерой Да Пламя которого Мы пытались потушить сегодня Но не получилось Виталий Димбовский Ну что Всем пока Лайк Подписывайтесь Комментарии Вопросики пишите С радостью ответим на все А как говорят Все сухих рукавов Да Верно Ого Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok